Ух, этот страшный и ужасный фейсбук. Почему я сейчас вспомнил о фейсбуке? Ну, когда я был там, в этом фейсбуке, там был форум, который был посвящен фильму «Чучело». Я тоже учился в советских школах, правда, не в Москве, соответственно, я в советской школе. Вот я могу сказать, что «Чучело» — это выдумка от начала и до конца. Такой ситуации просто не было в школах, по крайней мере, в наших. А вот фильм «Чудак из 5-го Б», я, кстати, там написал, «А почему вы не обсуждаете фильм «Чудак из 5-го Б»?» А вот это реальная история. Потому что, во-первых, я был, кстати, между прочим, у меня была звездочка. Ну, звездочка так называлась. Я был пионер-важат. Ну, как я водил детишек в кино, и как я первый раз влюбился в школе Карину Назарян, как я сейчас помню. А поздний советский кинематограф, такой околоперестроечный. Как бы там прекрасно не сыграла Кристина Арбакайте, как бы там прекрасно не сыграл Юрий Никулин, как бы трогательно это все не было, финал фильма, но это история, которую нам подсунули изощренные сценаристы, изощренные эти умы. Не было вот такого, чтобы травили так человека в школе в советской. Не было. Не было. Ну, да, я переговаривался с учителями, да, я дерзил учителям, мне стыдно за свои поступки. Опять же, отсыл, я со шпаной связался. Но вот это вот «Чучело» — это очень мерзопакостный фильм. В том плане, что подсовывают их реальность, которой не было. И не было такого. А вот «Чудак» из пятого «Б» — вот это действительно фильм, который я рекомендую посмотреть. Депятка! Болик пришел! Я хочу на один, чтобы на один, чтобы на один. Тихо, 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 тихо. Давайте пойдем в класс. Там мы будем свои тарелки. Пошли в всю тарелку! Все по местам! Обождите, обождите, ребят. Сейчас обо всем поговорим. Особенно в моей смерти прошу винить Клаву Кэ. Это просто, это песня. Вот это, вот это, вот это вот этот фильм, да, в моей смерти прошу винить Клаву Кэ. Вот этот фильм я просто рекомендую смотреть всем тем, кто хочет стать там кем-то и так далее, там о любви. Вот эти вот фильмы, да, это реальность полная. Сережа, ты прости меня. За что? За все. Я была... Не надо будет. Ну, а если мы говорим, там, допустим, о неоловинных мстителях, я это посмотрел в возрасте, ну, уже таком, как это сказать, таком уже чуть-чуть усадом, как это сказать, уже, как это сказать, слово забыл я. Есть безусная юность, а есть вот такая вот... Ну, уже более... Более, наверное, это где-то в классе, так, когда к седьмому, наверное, в шестом я этот фильм посмотрел. Но вообще-то, вообще-то, когда я приходил со школы, это четвертый класс, я с 1960 года по земному лету учтенил, я бежал посмотреть сериал «Четыре танкиста и собака». Вот этот сериал действительно очень, очень кайфовый. Если мы говорим о каком-то приключенческом жанре, да, военном, военном приключенческом жанре, то это, конечно же, бесспорно, конечно, это... Ну, это «Четыре танкиста и собака». По крайней мере, там есть история реальная года войны, мы это знаем прекрасно, что у нас было с Польшей, мы прекрасно знаем, что была армия Краенова, да, по-моему, так она называлась, мы прекрасно понимаем, уже впоследствии знали, что правительство сидело в Лондоне, но это впоследствии, да, действительно, была танковая бригада и действительно, был этот Яник, чудесный, он не лживый. Четыре танкиста и собака, это наше светлое детство, а неуловимые мстители, ну да, мы же там особо-то не думали, «Поконя, погоня, 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 летешь в степи». Ну, потом же ведь приходит, ну, вот я просто говорю о том, но тем не менее, мы говорим о каких-то ценностях, да, ну, я говорю, «Тем не менее, мы говорим о каких-то ценностях». Вот я говорю, там танкиш. Руки вверх! Брось оружие! Одно движение, и ты умрёшь. Мало кто смотрел. Мы в Оренбурге этот сериал смотрели. Собственно говоря, история венгерского такого, ну, Зоро, да, даже не Зоро, такого героя венгерского, который боролся с австрияками. Ну, а, в белых мандирах австрийцы, а вот венгры, вот как там танки, что-нибудь такое. А говорите о мультфильмах. Мультфильм это вообще был, вот, Баранкин будет человек. Мы же тогда не думали о том, что когда-то кто-то из нас прочитает кавку метаморфоза. Но зато там всё очень чётко, всё очень понятно. Что надо сначала пройти какой-то определённый путь, чтобы стать человеком. Мишка, мы существуем как люди, как человеки. А хорошо быть человеком. Просто здорово. Я не говорю уже о восприятии, допустим, не советских мультфильмов, а мы смотрели это в кинотеатре. Я уж не говорю там о кругосветном путешествии «Кота в сапогах». Я уж не говорю о «Русалочке», где я вот так, правда, если говорить о «Русалочке», конечно же, и это бесспорно, это «Русалочка», где сыграл Валентин Никулин. Вот этот фильм, вообще этот актёр Валентин Никулин, ну, я очень любил этого актёра. Я понимаю, что есть по психотипу, если я могу так сказать, что вот Енаркенович Муктуновский, но Валентин Никулин, он мне как-то вот всё-таки, наверное, по ментальности, по его, ну, такому вот, ну, наполнению бы гораздо больше. Ах, кто сказал, что жизнь прекрасна, был кое в чём, был кое в чём, конечно, прав. Вот «Русалочка», это просто, я там плакал на этом фильме, я не знаю как. Я даже уже сейчас могу сказать, что я, ну, у меня слёзы там, я не знаю, вот «Русалочка», где играл Валентин Никулин, советский фильм, потрясающий. Я уж не говорю о «Снежной королеве», я уж не говорю, ну, ну, погоди, это понятно всё, там, откуда, там, Том и Джерри, там, ну, я не хочу этого. Вот, а вот говорить о таком вот, ну, как бы, воспитательном процессе, да, гуманизм у нас закладывали вот сюда, вот, да. Дорогой мальчик один фильм, «Чего стоят эти» впервые, я услышал такие песни, как там, «Зачем звёзды горят?», «Зачем звёзды горят?», «Купи мне автомат» и баста! Да, я специально сейчас каскадами говорю, потому что вот у меня память мне вот выкатывает. А перестройка, да, вот это чучело, вот это чучело, вот это вот придумать, чтобы было, чтобы была вот эта железная кнопка, да не было такого. Если бы в нашей школе была такая железная кнопка, мы бы её в сортире утопили, у нас не принято было гнобить, это вот у них, там, ботаны появились, там, белые вороны там появились, ой, в смысле, ботаны какие-то, нет. Нет, вот я точно тебе говорю, что вот в нашей, по крайней мере, в Оренбургской школе такого не было, это пришло позднее. Но это, опять же, шпана, это другое совершенно. Субтитры создавал DimaTorzok